Российская баллистическая ракета «Тополь» минувшей ночью успешно поразила условную цель. Так и хочется закричать «свершилось», вспоминая провальные запуски подводной булавы. Только в качестве мишени у российских военных, как всегда, несчастный Казахстан. За 20 лет, в принципе, уже Россия могла бы создать полигон где-то у себя на территории. Тем более, что для этого есть все возможности. Понятно, что для развития техники нужны полигоны. Но я не могу представить, что, например, французы стреляли ракету в Швейцарию. За 20 лет независимости Казахстан так и остался лишь испытательным полигоном да стартовой площадкой космических кораблей для Великой России. Путин настолько хорошо платит в долларовом эквиваленте, что Назарбаев готов закрыть глаза на здоровье и спокойствие своего народа. У нас сейчас идут акции около посольства. Но на самом деле эти акции нужно проводить около Аккорды. Потому что здесь политическая воля нашего государства, нашего главы государства. И я думаю, что если будет политическая воля Аккорды, то этот вопрос решается очень быстро. Неоднократно аварии при запуске ракет приводили к серьезному загрязнению почвы и атмосферы. За каждую космическую катастрофу Елбасы получает от России компенсацию в несколько десятков миллионов долларов. Казахстанцы пока безуспешно бьются за свою землю. Коалицию по закрытию военных полигонов возглавил национал-патриот Мухтар Тайжан. Он не раз выходил на акции протеста и требовал ликвидации шести российских площадок на территории Казахстана, которые уже давно превратились в зону экологического бедствия. Вот эти все запуски, они проходят на гептиловом топливе, прежде всего нужно отметить. Гептил в шесть раз вреднее цианина. Империи российской уже давно нет, Советского Союза давно нет. А мы все вот в таком колониальном режиме находимся, экологическом. Все вот эти полигоны травят нашу землю. Значит, вот по территории, как Польша они, если все суммировать. Платят они нам символическую цену копейки. Вот говорят некоторые, что антироссийскую позицию мы занимаем. А как тут не говорить об этом? Как тут не говорить? Это же чьи? Это чьи полигоны? Кто не закрывает эти полигоны? Наша власть виновата, что она не требует. Вот кроме вот этой ядерной дубины в руках, в России больше ничего нет. Назарбаев прекрасно понимает одно, что в качестве учебной мишени и запуска космических кораблей его вотчины весьма выгодны России. А казне Казахстана совершенно не повредят 5 миллиардов рублей в год. Такова плата за эксплуатацию только космодрома Байконур. Жизнь и здоровье нации по сравнению с таким капиталом – капля в море. Кстати, российские военные в марте планируют провести еще два пуска испытательных ракет.